Если спросить несговорчивого человека, чего он хочет, он сразу скажет. Он знает, чего он хочет и как этого добиться. А сговорчивые, особенно очень сговорчивые люди, часто даже не знают, чего хотят. Они настолько привыкли жить для других. Привыкли определять желания других людей и подстраиваться под них. Поэтому им сложнее понять собственное желание на своем жизненном пути. И иногда это играет им на руку. Но это точно не будет полезно, если попытаться построить карьеру. Так не получится. Итак, хотя в среднем мужчины и женщины не настолько разные в плане сговорчивости, если взглянуть на крайности, то они очень разные. Самые сговорчивые люди — это женщины, а самые несговорчивые люди — мужчины. Суть в том, что крайности чаще важнее, чем средняя величина. Кстати, в обществе это можно увидеть. В тюрьмах намного больше мужчин. А самая очевидная черта, ведущая к тюремному сроку — несговорчивость. Она ведет к безжалостности. Какова противоположность вежливости и состраданию? Вот вам ответ. Думаю, лучше всего представить это как торговлю. Скажем, мы будем постоянно играть в торговлю. Если вы очень сговорчивы, то вы будете больше торговаться в мою пользу, а не в свою. Но если вы очень несговорчивы, то все наоборот. Я играю ради себя, а вы будете думать о своих интересах. А сговорчивый человек скажет, нет-нет, в худшем случае 50 на 50. Но я хочу помочь, чем смогу. Если вы сговорчивы, будьте осторожны. Вас могут эксплуатировать. И вы не должны это допускать. Думаю, причина в том, что еще в детстве вас этому научили. В реальном мире это не так хорошо работает. И я учу сговорчивых людей, особенно добросовестных, говорить правду, говорить, что они думают. Сговорчивые люди не прямолинейны, потому что не любят конфликты. Вообще, они все сглаживают. И их легко можно понять согласно гипотезе, которую я выдвигаю. При детях конфликты не нужны. Это слишком опасно. Нельзя ругаться. Никак нельзя нарушать относительное спокойствие. И если ты подвержен физическому вреду, и, вероятно, эмоциональному, ты также можешь бояться вступать в напряженные конфликты, чтобы решить краткосрочные проблемы. Чтобы решить проблемы быстро, необходимо идти на серьезные конфликты. И все может так завертеться, что будет даже опасно, если за этим не следить. В краткосрочной перспективе бывает безопаснее не мутить воду и вообще не вступать в конфликтные ситуации. Но в долгосрочной перспективе эта стратегия не сработает, потому что зачастую разногласия нужно обсуждать. Они же не испарятся. Преимущество хорошо социализированного несговорчивого человека в том, что он преодолевает препятствия. Поэтому если социализировать несговорчивого ребенка, он может стать успешным человеком. Потому что несговорчивые люди очень целеустремленные, и их трудно остановить. Но если не получится успешно их одомашнить, укоротить, грубо говоря, к четырем годам их отвергнут сверстники. Это большая проблема. Задача родителя — к четырем годам сделать ребенка социально привлекательным. Вы должны выжечь это на своей подкорке. Мало кто это знает. Это ваша задача. Вот почему. Если хорошо подумать, ответ прост. Представьте, что у вас трехлетний ребенок. Это где-то середина периода первой социализации. Вы с ним в общественном месте. Итак, чего вы хотите для ребенка? На вас напревать. Чего вы хотите для ребенка? Вы хотите, чтобы он мог общаться с другими детьми и взрослыми. Чтобы дети радовались ему, улыбались и хотели с ним играть. И чтобы взрослые были рады его видеть и хорошо к нему относились. А если ваш ребенок — маленький монстр, потому что вы боитесь или не умеете его воспитывать, тогда ваш ребенок будет видеть от других детей только отторжение, а от других взрослых — фальшивые улыбки. И вы отправите ребенка в мир, где каждый встречный будет либо враждебным, либо лживым. А это вряд ли хорошо повлияет на психическое здоровье и благосостояние ребенка. Если он выучит пару простых правил поведения, к примеру, не перебивать болтливых взрослых, быть внимательней, не бить других детей машинкой по голове чаще, чем это необходимо, а также делиться и играть по правилам, то ребенок будет знакомиться. Он будет играть с другими детьми. И если несколько игр пройдут хорошо, то дети продолжат общаться и дальше. Так и будет. Потому что с четырех лет и далее главная социализация детей происходит среди других детей. И если дети сразу не начнут общаться, их не закрутят по этой спирали развития, и они отстанут. Представляете, как это ужасно? Четырехлетний ребенок не будет играть с развитым на два года. Пятилетний ребенок точно не будет играть с развитым на два года, потому что пробел становится слишком большим. Если ребенок отстает с самого начала, сверстники оставляют его позади. И затем такие дети становятся изгоями и всю жизнь не общаются со сверстниками. Такие люди становятся антисоциальными. Они уже агрессивны. Ниже уже некуда. Поэтому мужчины становятся преступниками с 16 до 25. Кстати, это совпадает с графиком креативности. Креативность среди мужчин взлетает с 16 до 25. Потом спадает. График преступности почти полностью совпадает. Это круто. В общем, из-за уровня тестостерона среди мужчин возрастает средний уровень агрессии. Это доминантность, а не агрессия. Тестостерон не только вредит. В 25-26 его уровень спадает. И обычно мужчины начинают раньше ложиться, перестают столько пить, устраивают себе карьеру и берут на себя груз ответственности, связанный с серьезными отношениями и семьей. Очень полезно изучать точки зрения, противоположные вашим. Благодаря им вы не только узнаете что-то новое, но еще и посмотрите на этот мир с других сторон. Также у них есть навыки, которых у вас нет, но их можно развить. Например, если вы интроверт, вам будет полезно наблюдать за экстравертом, потому что экстраверт умеет общаться так, как не умеете вы. Вы можете развить новый навык. А если вы несговорчивы, для вас полезнее всего было бы, особенно если несговорчивость отдаляет вас от других людей, может, люди считают вас эгоистом, потому что это так и есть. Что же с этим делать? Один из самых многообещающих, скажем, подходов раз в день помогать другим людям. Это тренировка. Вы научитесь. Может, вы разбудите свой альтруизм, если он в спячке. Скорее всего, так и есть. Думаю, у нас много врожденных свойств, но некоторые отключены. Отключены генетические свойства. Но я думаю, что в нужной ситуации и с нужными упражнениями можно включить и свои дремлющие качества. Но для этого нужны дисциплина и упорство. Я бы сказал, что если вы хотите адаптироваться к жизни, вам нужно найти нишу в обстановке, подходящей вашему темпераменту. Не стоит действовать вопреки темпераменту. Это слишком сложно. Но найдя свою нишу, вы уже можете перейти к развитию навыков и точек зрения, которые существуют напротив вашего характера. Ведь именно там у вас есть проблемы. Думаю, так можно сделать свой темперамент более гибким, расширить диапазон. Это как использовать для каждой ситуации более разнообразные инструменты. Если вы гиперэкстроверт, научитесь иногда затыкаться на вечеринках. Слушайте и наблюдайте. Проверьте, сумеете ли вы. Если вы интроверт, то научитесь говорить прилюдно. Научитесь ходить на вечеринки и не прятаться там молча по углам. Если вы сговорчивый, научитесь несговорчивости, чтобы вами не помыкали. А если вы несговорчивый, научитесь сговорчивости, чтобы не быть злым мудаком. И то же самое относится даже к ответственности. Если вы слишком ответственны, вы должны научиться расслабляться и не контролировать все вокруг. А если вы безответственны, пора открыть Google календарь и начать расписывать график дня. И бить себя по затылку палкой, пока вы не научитесь дисциплине настолько, чтобы удерживать на чем-то свое внимание. Хватит жить в вакууме, в котором живут только крайне несобранные люди. Потому что они этого просто не замечают. Их не волнует беспорядок. Да, даже если замечают. Это не вызовет у них эмоций и не привносит мотивационной значимости. Далее. При выборе партнера вам стоит подумать и не выбирать человека, который находится слишком далеко от вас на шкале темперамента. Вам будет тяжело общаться. Потому что экстраверту и интроверту тяжело сосуществовать. Как и собранному человеку с несобранным. Потому что они сведут друг друга с ума. Убери за собой! Ты помешан на порядке! Это главные аргументы. Так что полезно знать свой темперамент, чтобы вести переговоры со своим партнером. Не думаю, что нужно искать свою точную копию. Ведь тогда не будет преимуществ альтернативной точки зрения. Будьте осторожны. Вы можете столкнуться с неразрешимыми разногласиями. Чаще всего я видел такое у пар, у которых слишком разный уровень открытости. А также слишком разный уровень собранности. Потому что в таких случаях один партнер вообще не может понять, как другой видит мир. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok